Вам на память. Мы будем сейчас тренироваться, наверное, да? Вот. А вы откуда? А я там в Китербург. А вы? Киселёвск. Киселёвск. А вы? Тоже оттуда. Киселёвск. Ну вот, для наших гостей из Киселёвска и Санкт-Петербурга сейчас я расскажу легенду про весёлые петроградские булыжники для брутального жонглирования. Эта легенда начинается очень давно. Один год назад, один петербуржец, осознав, что пора завязывать лямку и бросать курить, у него родилась дочка, вот. И он осознал, что ему пора бросать, пить, курить. И он начал жонглировать для дочки. И он жонглировал, жонглировал шариками, мячиками, чем угодно. В конечном итоге он оказался на детской площадке, там, где было много булыжников, там разворошили его старую детскую площадку. И он взял себе несколько булыжников вот таких, и он учился ими жонглировать. После этого, 25 мая, нет, 2 мая 2013 года, его жена улетела в Казахстан вместе с ребёнком, и он остался один. И у него стала дилемма, пить или не пить. Что же делать? В чём вопрос, да. И он решил, что, пожалуй, пить он больше не будет, курить он больше не будет, а займётся хорошим делом. Он научит жонглировать гостей нашего города и горожан булыжниками, да и, в принципе, чем угодно. И он начал ходить по городу, давать уроки особого уличного жонглирования булыжниками, вот, и смотреть, как они оплачиваются, интересны ли они. И выяснил он, что скрипач зарабатывает гораздо больше, чем уличный жонглёр булыжниками, и что петербуржцы платят значительно меньше, чем москвичи за этот труд. Вот. Сейчас на нём снимается видеофильм, через час у него интервью на 4-й советской, примерно в том месте, где всё началось. И, поскольку этот человек достаточно амбициозный, то он уже сразу решил установить памятник своему подвигу, потому что очень многих людей он порадовал, о чём свидетельство есть в интернете на Ютьюбе и в группе ВКонтакте «Уроки жонглирования булыжниками». Если вы в неё зайдёте, то вы найдёте там много интересных видео, где он жонглирует булыжниками для гостей нашего города, ну и найдёте ваше видео, где он жонглирует для вас. Жонглировать для вас он будет через 10 секунд. Занимайте ваши места на стуле товарища Бендера. Основная цель его – доказать жене, что можно заработать много-много денег, порадовать людей, потренироваться, и всё это одновременно, и принести пользу людям, и заработать денег на то, что нужно там, на игрушки для ребёнка. Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и что ж там – мой мой, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться, мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант, и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть бесится ветер жестокий в тумане житейских морей, белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. И согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть почти не злились. Армейный взор, напор, изящный поворот. И прямо в руки запрет упор. Он усложнит, скользит поправильный. Замрите ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор. Отставьте топоры. Вы оцените красоту игры. Я не разбойник. И не апостол. И в моей шуме. Уже все совсем непросто. И очень может быть, что от забот своих я поседею раньше остальных. Но я не плачу. И не рыдаю. Хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Если вам понравилось, можете поставить лайк. Прямо здесь. Скажите, что вам понравилось, и вы рекомендуете парням из Петербурга учиться жонгировать булыжниками. Да, чем угодно. Нам очень понравилось. Очень понравилось. Замечательно. Давайте, ребята, дерзайте. Видео можно найти в группе ВКонтакте. Урок из жонгирования булыжниками. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова